Канал НБО показал сцены третьей серии финала Игры Престолов. Серия будет посвящена битве семи королевств с армией Белых Ходоков, которыми управляет Король Ночи. Армия Мертвецов подойдет к стенам Винтерфелла. Мать Драконов Дайенерис Таргариан предупредит Джона Сноу о скором нападении Белых Ходоков. Завершается короткое видео словами Бриены Тарт, которая крикнула «Стоим до конца!». Ранее телеканал заявил, что в восьмом сезоне зрителей ждет сцена боя, которая превосходит по зрелищности битву бастардов из седьмого сезона. Масштабное сражение снимали на протяжении трех месяцев, в основном по ночам. Художник-самоучка из Казахстана Канад Нуртазин вырезает невероятно реалистичные рисунки на листьях. По словам парня, тем самым он дает вторую жизнь листочкам и воплощает свои самые смелые творческие идеи. Канад стремится познать как можно больше способов рисования. Минувшим летом его работы заметили на телеканале «Никелодио» и предложили контракт. Житель Китая предлагает всем желающим получить портрет, вырезанный из бумаги. Внимательно изучив очередную модель, художник град в руки без черной бумаги и нужницы. Происходит всего лишь минута и силуэт готов. Причем сходство необычного портрета и оригинала поражает. Немецкая иранская художница и дизайнер украшений Карина Шуштари создала аккаунт в Инстаграме со смешным названием «Мода для грабителей банков». Там девушка выкладывает фотографии с красивыми и странными масками и шлемами. Это просто фантазия художницы. Однако дизайнер хочет вывести свой проект из пространства социальных сетей в физический мир и мечтает организовать свою собственную выставку. И напоследок фотограф змей, который показал свой обычный рабочий день. Уверены, вы бы точно не хотели быть его ассистентом. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова